И вот поляки надеются пройти по лезвию ножа, что называют. Они совершенно, я вот уверен, они совершенно не хотят поехать ни с Белоруссией, ни с Россией. В Соединенных Штатах, кто этим занимается, они что, дураки? Они такие идеалисты, романтики. Они вот смотрят на Зеленского и думают, ну разве этот человек может лгать? Силы, которые исповедуют такой стратегии, возобладали в глубинном государстве Соединенных Штатов. И к этому нужно быть готовыми. Вот об этом Александр Григорьевич и сказал. Поэтому ни в коей мере не снижая поставки снарядов киевскому режиму, они вполне могут обеспечить огневую мощь Цахал. Игорь Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. В Польше вот-вот буквально пройдут парламентские выборы. И основная борьба, насколько я понимаю, идет между двумя политическими силами. Это действующая правящая партия «Право и справедливость» Качинского и партия «Гражданская платформа» экс-премьера Польши «Туска». Пока, наверное, все-таки сложно предсказать, как они будут развиваться, эти выборы, и каковы будут результаты. Но если предположить, что партия «Туска» все-таки одержит победу, как изменится политика Польши в отношении Белоруссии и России, как вы считаете? Знаете, я полагаю, что для России и для Белоруссии эти выборы можно таким вот грубым, грубой фразой определить. Хрен редкий не слаще. Для нас абсолютно не имеет значения, кто из этих деятелей сейчас победит. Да, нынешняя партия «ПИС», они, конечно, там консерваторы, они за традиционные ценности, они противостоят либеральному глобализму и прочее, прочее. Это мешает им быть откровенно антироссийскими? Ничуть. Правильно? Кстати, в одной польской публикации я прочитал очень интересное объяснение, почему это происходит. Там было написано так, что поляки, мы исповедуем традиционные ценности, шляхицы, огородные. А москали – это холопы, и они исповедуют традиционные холопские ценности. Такое объяснение, почему традиционные ценности, поддержка традиционных ценностей никак не влияет на отношение к России в положительную сторону. С той стороны, Туск и его гражданская платформа, ну, про Туска не раз говорили о том, что он представитель Европы, конкретно Германии и Польши. Чем сейчас занимается Евросоюз? Евросоюз ведет против России гибридную войну на уничтожение. Официальные лица Евросоюза, который длительное время возглавлял господин Туск, говорят о том, что эта война имеет для Евросоюза экзистенциальное значение. То есть быть или не быть Евросоюзом. Я, кстати, с ними абсолютно согласен, что действительно, если не спорушить Россию за Белоруссией, то Евросоюз в нынешнем виде существовать дальше не сможет. Он просто-напросто развалит. Поэтому, что те, уже проверенные наши враги, что другие, точно такие же проверенные наши враги. Это схватка двух враждебных лагерей за то, кто из них будет контролировать Польшу, которая будет все равно враждебна России и Белоруссии, и все равно будет поддерживать киевский режим. Когда вы говорите о возможном распаде Евросоюза, в том случае, если не удастся сокрушить Россию и Беларусь, то, на ваш взгляд, как это будет? Будут ли это просто отдельные государства или Евросоюз может раздробиться на более мелкие объединения, там, прибалтийских государств, например? Как пойдет распад, сейчас предсказывать нет смысла. Это гадание на копейной гуще. Но одно очевидно, что Евросоюз состоялся только в результате страха России и Советского Союза. Он продукт распада Советского Союза. Не было бы распада Советского Союза, не было бы в нынешнем виде Евросоюза. Это очевидно. Второе. Благосостояние Евросоюза в значительной мере объясняется теми колоссальными ресурсами, которые были выкачаны из России и в целом из постсоветского пространства после страха СССР. Это тоже никто не отрицает. Сейчас эти ресурсы заканчиваются. И Евросоюзу уже просто-напросто... Вот у нас часто подчеркивали, что Евросоюз получал из России энергоносители по очень низким ценам, гарантированно по низким ценам, и поэтому их продукция была конкурентоспособной и прочее-прочее. Вот. Говорят, а что же они пошли против России? Их экономическая модель, их социально-политическая модель уже не выдерживает даже покупки энергоносителей по таким низким ценам. Им нужно брать по себестоимости. Единственный способ – выжить. Если бы им это было невыгодно, они бы нашли способы уклониться, саботировать и так далее. А они, повторяя открытым текстом, устами своих высших руководителей заявляют, что борьба с Россией для них – это вопрос жизни и смерти. Вот то, о чем я сейчас и говорил. Если им не удастся сокрушить Россию, а похоже, что этот план у них проваливается, то дальше начнется обрушение их социально-экономической и политической системы. Как будет проходить – это уже другой вопрос. Как именно, где обрушится первая стена, вторая и так далее. Это разные вещи. Ну, вот если все-таки вернуться к вот этим вот предстоящим парламентским выборам в Польше, да, как вы сказали, для России и Беларуси, я действительно часто слышу такую точку зрения – хрен редьки не слаще. По сути, что Туск, что Кочинский – никакой разницы нет. А что касается самих поляков, вот насколько я понимаю, в польском обществе поддержка Туска сейчас достаточно мощная. Взять тот же марш «Миллиона сердец», который прошел в Варшаве. А в том случае, если у поляков возникнут подозрения о фальсификации этих выборов, ждут ли Польшу какие-то общественно-политические потрясения, как вы считаете? Предполагать, что в результате выборов могут произойти общественно-политические потрясения, и это выведет Польшу из числа активных противников России и Беларуси, потому что, я повторяю, оценивать мы должны только с нашей позиции. Так вот, если судить с нашей позиции, конечно, можно сказать, что в случае, если миллионы выйдут возмущенных, что у них украли выборы, начнется заваруха и так далее, и так далее, то на какое-то время активная антибелорусская, антироссийская политика Польши станет невозможной. Я думаю, это хорошо понимают и в Варшаве, и это хорошо понимают и в Брюсселе. Поэтому на организацию цветного такого вот мятежа санкции никто не даст. Польша отводится слишком серьезная роль в этом гибридном противостоянии с Россией. И главное, что на Польшу надежда, что будет еще более серьезная роль у поляков в этом противостоянии. Поэтому организовать заваруху им не дадут. Даже если кто-то и попытается это сделать, то Евросоюз умоет руки и сделает вид, что не заметил, как их задавили и поставили на место. Беларусью не меньше, а даже, наверное, больше России заинтересована в том, чтобы Польша была, ну, если не дружественным, то хотя бы добрососедским государством. Но поляки продолжают совершать какие-то, ну, откровенные провокации, в первую очередь, в отношении Беларуси. Взять те же ситуации, например, думаю, вы слышали о них, когда польские военные вертолеты нарушали наше воздушное пространство, как минимум два раза. И для чего поляки вообще идут на такие провокации в отношении Беларуси, как вы считаете? Я полагаю, что поляки действуют сугубо в своих личных национальных интересах. Никакой глупости в этом нет. Польша, ее уровень благосостояния и все остальное определяется, как они в этом уверены, я думаю, что они справедливо в этом уверены, тем, что они форпост Запада в противостоянии с варварской Россией и примкнувшей к ней авторитарной Беларуси. И вот пока они такие, пока они форпост, пока они на грани конфликта, весь западный мир помогайте нам. Так было, кстати, и в 90-х годах. Вот этот скачок благосостояния Польши и ее экономики во многом определялся тем, что Западу нужно было показать. Смотрите, вот поляки первыми предали Советский Союз, шли к нам и смотрите, какое золото на них провелось. Вот у Леха Валенца есть такая известная цитата. Точно сейчас не процитирую, но он сказал что-то вроде того, что я горжусь, что я стал одним из первых, кто положил конец коммунизму. Что-то такое он заявлял. Да, да. Ну, конечно, он себе преувеличил роли, но смысл именно такой. Помните, когда десятки миллиардов долларов списывали полякам их долги перед западными странами? Это что, от благотворительности было? Нет. Просто-напросто всем остальным показывали, бегите от Советского Союза, бегите от России и вот смотрите, как вам будет всем хорошо. Точно так же и сейчас. Польша. Это... КАП по снабжению киевского режима. Польша постоянно на грани того, чтобы, может быть, прийти на помощь киевскому режиму. И вот поляки надеются пройти по лезвию ножа, что называется. Они совершенно, я в этом уверен, они совершенно не хотят воевать ни с Белоруссией, ни с Россией. Нет, если они увидят, что Россия и Белоруссия рушатся, то прийти в обозе американских войск и пограбить, и прибрать к рукам восточные пессы, это завсегда с удовольствием. А вот пойти воевать, это, извините, не для нас. Но вот это положение на грани конфликта позволяет выкачивать сейчас новые и новые десятки миллиардов из западных спонсоров. Вот обратите внимание, как поляки, кстати, очень разумно и хорошо провели операцию по своей... То есть проводят еще это, провели, проводят операцию по своему перевооружению. Они сбросили все старое почти вооружение киевскому режиму и тем самым показали всему Западу. Смотрите, как мы поддерживаем киевский режим, который сражается с Москвой и прочее, прочее. А на освободившееся, что называется, место, они закупают тысячи суперсовременных южнокорейских танков. По-моему, 600 или что-то в этом духе самоходных артиллерийских остановок. Дальше. Они закупают несколько сот абрамсов у Америки, самых последних образцов тоже. А где деньги, как пел в свое время Высоцкий? У поляков что-то так много денег на все это? Нет. Мы же все свое отдали киевскому режиму. Поэтому теперь оплатите. А не оплатить нельзя. Смотрите, не сегодня, а завтра. У нас может возникнуть война с Белоруссией и с Россией. Поэтому вот это нагнетание им страшно нужно, чтобы им сейчас позволили перевооружиться. А перевооружиться им нужно, опять же, не от того, что вот гонор такой, мы хотим иметь первую армию в Европе. И не от того, что они хотят, правда, перевооружившись, сделать марш-бросок на Минск, а затем даже и на Москву. Что они бредят тем, как во время Советско-Польской войны первой им удалось взять Киев и Минск буквально с хода. Было такое. Нет, вовсе не в этом дело. Ведь совершенно не случайно та же партия ПИС, а сейчас в избирательной кампании, очень большое внимание уделяет Германии. То, что поляки хорошо знают, они могут говорить сколько угодно, что это плевета, гнусная, на Польшу. Когда от нас идут заявления о том, что западные территории Польши – это подарок товарища Сталина. Но возмущаться они могут. Но знать-то они это знают. И они знают, что немцы тоже считают, что эти территории – это немецкие территории, которые Сталин дарил полякам. И к Данску они как считали Данциговым, так и считают Данциговым. И одновременно поляки прекрасно понимают, что сейчас рушится все мироустройство, которое было раньше. Ведь когда Блинкин не так давно заявил о том, что миропорядок, основанный на нашей победе в холодной войне, рухнул в результате своего, он сказал абсолютную правду. До этого об этом, кстати, говорил наш президент, что прежний миропорядок рушится в результате специальной военной операции. Поляки тоже это понимают. И кто им в этом мире, в котором уже не действует не только международное право, но и те самые правила, мир, основанный на правилах, кто им будет гарантировать эти территории? Только сила. А где ее взять? А вот для этого и нужно, чтобы немцы не отважились предъявить претензию. А ведь немцы легко могут включить демагогию и заявить. Господа, вы осуждаете тоталитарный Советский Союз. Вы проклинаете товарища Сталина. Так верните то, что вам этот самый тоталитарный и кровавый режим от нас, бедных немцев, отобрал. И вся Европа, я думаю, здесь поддержит не Польшу, а Терманию. Потому что старая Европа все же и есть. Как бы квинтэссенция и самая Европа. Это все поляки понимают. И вот поэтому им нужно это нагнетание. Не говоря уже о таких мелочах, как то, что колоссальные средства, которые идут киевскому режиму через Польшу. Мы же понимаем, что не только киевский режим их разворовывает. Серьезные наверняка деньги остаются и в самой Польше. И не зря Польша, кстати, требовала, чтобы именно Польшу сделали не только транзитной стороной, но и стороной, в которой собираются все ресурсы для киевского режима. А уже польское правительство их выделяет туда. Вы сказали такую вещь, что Польша была, по сути, хабом для поставки вооружений к киевскому режиму. И знаете, что вспоминается вот этот конфликт вокруг зерна между Дудой и Зеленским? Вам не кажется, что он как-то удивительно быстро и тихо разрешился? То есть сначала об этом говорили буквально все, а потом все почему-то замолчали. И сейчас эта тема не поднимается. Отчего так? Потому что Польша не была, а Польша и есть хаб по снабжению киевского режима. Даже если это польское правительство захочет отказаться, я не верю, что правительство захочет отказаться. А вот, допустим, сошли с ума и решили отказаться. Вот тогда этого правительства в Польше точно не будет. Вот тогда произойдет то, о чем вы говорили. Из-за любого пустяка выйдут миллионы людей, начнут кричать что-то на улицах. Правительство впадет и придут те господа-товарищи, которые обеспечат функцию хаба снабжению киевского режима. Степень суверенитета Польши не стоит переоценивать. Хотя и не стоит недооценивать. Тут все это диалектизм, что называется. Поэтому тема зерно. Поляки поддерживают иеревский режим, потому что им это выгодно. Потому что это поручено им старшими товарищами. И одновременно они не хотят ущерба самим себе. Зачем же им подрывать свою экономику? Они это делают ради себя, а не ради Зеленского и его окружения. Во-вторых, опять-таки, те самые выборы. Перед выборами же так красиво было показать, какие мы стойкие борцы за права польского фермера. Так что пройдут выборы, кто-то из них победит. И эта тема уйдет с полу. Как и сейчас то, что там кошки бегают между Зеленским и Дудой и прочее, прочее. Это все выборы. Пройдут выборы. Точно так же будут обниматься, как и обнимались до этого. Кстати, от того, что был предыдущий президент от гражданской платформы, отношения к киевскому режиму другим не было. Вы помните, как предыдущий президент просто-напросто проглотил открытое оскорбление, когда сначала он выступил в Верховной Раде, а на следующий день, по-моему, Верховная Рада приняла закон, прославляющий бандеровцев, устроивших валовскую резину. И ведь съели. Съели. Потому что стратегически это было выгодно. Так и здесь. Ну, Польша-Польша, а сейчас основное внимание большинства стран мира, оно приковано к тому, что происходит на Ближнем Востоке. И что бы там ни говорил Дуда, дескать, там не стоит преувеличивать серьезность этих событий, но понятно, что конфликт там разгорается нешуточный. Ну, а вот это вот заявление Дуда, я думаю, вы слышали о нем, когда он сказал, что это не стоит преувеличивать, и вообще все это выгодно России, ну, оно, скорее всего, вызвано тем, о чем вы говорили, что внимание Европы и США, оно будет отвлечено на Ближний Восток. А что в этих условиях ожидает Киев, как вы считаете? Я полагаю, что радужная надежда некоторых наших деятелей на то, что киевский режим сразу же перейдет на второй-третий план, что его спишут, что Боливар не вынесет двоих, что Соединенные Штаты не смогут поддерживать и Израиль, и киевский режим. Это не более чем радужная надежда. Американцы ясно и четко неоднократно говорили о том, что они будут поддерживать и тех, и других. Почему-то у нас на это не обращают внимания или делают вид, что американцы врут. Почему врут? Киевский режим стратегически выгоден, Соединенным Штатам выгоден. Гибридная война против России стратегически выгодна, Соединенным Штатам выгодна. Поддержка Израиля сейчас, и вот всей этой Заварухе, хотя слово «заваруха» здесь не совсем подходящее, потому что слишком много крови, и эта трагедия, которая сейчас разворачивается на Ближнем Востоке, тоже стратегически выгодна Соединенным Штатам. И это не будет мешать Соединенным Штатам поддерживать и тех. И даже когда говорят, что, а вот у них, даже если есть желание, не хватит ресурсов, там, снарядов не хватит. Приведу один простой пример. Что необходимо киевскому режиму? В первую очередь из боеприпасов. Это 6-дюймовые, 150-миллиметровые снаряды. Артиллерии. Правильно? Правильно. Чем сейчас утюжат сектор газа? Свободно падающими бомбами, которых в арсеналах Соединенных Штатов тьма тьмущая. Их союзников, кстати, тоже тьма тьмущая. Применять эти бомбы киевский режим не может, потому что у них почти нет авиации. И перелететь через линию фронта и отбомбиться по каким-нибудь российским городам свободно падающими бомбами, такого тебе киевский режим не может позволить. А израильская армия может свободно. Так что я просто это привожу. Один маленький пример, когда у нас говорят, у них снарядов хватит на тех и на других. Они просто-напросто рады им. Приказ предоставляют киевскому режиму и правительству Израиля. А уж бомб в Соединенных Штатах накопилось. Такое количество, что хватит на несколько секторов газа. Поэтому ни в коей мере не снижая поставки снарядов киевскому режиму, они вполне могут обеспечить огневую мощь Цахалу. Но вот если говорить об этих поставках киевскому режиму, то часто можно видеть такую информацию, что Хамас использует какую-то часть тех вооружений, которые вроде как предназначались для Киева. Хотя тот же Буданов, он так очень смешно попытался выкрутиться, сказал, что, дескать, Хамас, он просто использует трофейное, которое было захвачено у боевиков ВСУ. Но, думаю, все понимают, что там и к чему. И даже вот эта вот ситуация с оружием, предназначавшимся Киеву, которое оказалось у Хамас, оно тоже на поставки Запада Украине никак не отразится? Уверен, что никак не отразится. Даже если найдут массу ящиков с этим вооружением, маркировка будет, и даже докажут, что это вооружение не попадало на линию фронта и, соответственно, не могло быть захвачено российскими войсками, что оно там якобы списано было, что уничтожено на каком-нибудь складе крупном, на Западной Украине. Это никак не повлияет. По той простой причине, что когда шли эти массовые поставки, вот думайте, в Соединенных Штатах, кто этим занимается, они что, дураки? Они такие идеалисты, романтики. Они вот смотрят на Зеленского и думают, ну разве этот человек может лгать? Ну как же можно не поверить этому человеку на слово? А посмотрите на лицо Ашмыголя. Это же честнейший человек. Поэтому мы и поставляем им как благороднейшим людям. Они прекрасно знали, с кем они имеют дело. Они прекрасно знали, что определенный процент поставляемого вооружения, как и выделяемых финансов. Финансы будут просто приходить на счета этой публики, а вооружения будут продаваться на черном рынке. Это правило игры, они это знали. И они понимали, что эти жевелины, стингеры где-нибудь используют террористы, в том числе и против, может быть, самих американцев. Но они считали это меньшим злом для себя, допустимыми потерями. Так что поставка этого вооружения в ХАМАЗ, кстати, опять давайте забывать, что ХАМАЗ – это продукт американских и странских спецслужб. Этого тоже, по-моему, никто не отрицает. Но там очень любят говорить, что это продукт, который вышел из подчинения. У них то ЕГИТ. Создадут, выйдет из подчинения. Усама бен Ладен вырастили, вышел из подчинения. Талибан вышел из подчинения. Очень удобная позиция. Сначала что-то создать, потом, когда это начинает делать то, что нужно Соединенным Штатам, а на самом деле нельзя признать, что это нужно Соединенным Штатам, а вы знаете, они вышли из подчинения. Вот такие у американцев ненадежные все время партнеры. Бедные-бедные американцы. Они искренне вкладываются в кого-то, думают, что те борцы за самое светлое, что есть только на Земле, а те потом проявляют черную, неблагодарность в целом. Довольно такой интересный момент. Это то, что за все время вот этого Палестино-Израильского конфликта мы так и не услышали, по-моему, ни одного слова осуждения со стороны так называемой мировой общественности. То есть в то время, как Беларусь и Россия заявляют о том, что они заинтересованы в как можно скорейшем разрешении этого конфликта и минимизации человеческих жертв, Запад заявляет о том, что он готов поддерживать одну из сторон. А как вы считаете, дальнейшая эскалация этого конфликта, она к чему приведет? Совершенно неспроста наш президент неоднократно говорил о том, что сейчас самое главное это остановить эскалацию. Потому что мы понимаем, что круги пойдут и очень сильно. и Запад здесь, в первую очередь Соединенные Штаты и Британия, они это делают, опять-таки, не по глупости, а потому что понимают, что взорвав существующую систему, они от этого могут только выиграть. Представление о том, что Соединенные Штаты заинтересованы в стабильном Ближнем Востоке, в стабильной Европе, это очень такое странное убеждение. Почему-то все считают, что мир и стабильность это то, к чему стремятся Соединенные Штаты. И если где-то мир и стабильность нарушается, то говорят, что это провал американской политики. А если это очень даже оказывается выгодно. Вы обратите внимание, что и та, и другая сторона этого конфликта активнейшим образом работают именно на эскалацию. Сначала КАМАЗ устраивает вторжение и, причем не просто вторжение, а совершает на камеры трансляции в мировые системы интернет жутких казней. Просто-напросто садизм. Плюс к этому, вот этот рок-фестиваль какой-то там был на границе с Казы. Вот зачем было истреблять, убивать приехавших туда юноши и девушек? А очень даже зачем? С учетом того, что они приехали из самых разных стран, нужно было создать картинку, что вот они, нелюди. Вот абсолютное зло. А это что-то новое? Мы этого не проходили. А помните, когда Соединенным Штатам выгодно стало заявить о том, что ИГИЛ вышел из его подчинения и что нужно создавать анти-ИГИЛовскую коалицию? Да, нужно у нас добавить ИГИЛ запрещенные и прочая организация. Доброс Комнадзор. Не знаю, как у вас была Русь, а у нас это обязательно. А то, что еще привлекут. Так вот, когда нужно было сплотить все прогрессивное человечество в борьбе с этим ИГИЛ и решить проблемы, которые жизненно были важны для Соединенных Штатов. Что начал делать ИГИЛ? А на камеры образцово-показательно, что называется, резать горло пленным. Причем это же постановочные были. Лучшие операторы снимали. Модельеров привлекали. Специальные костюмы пошили для тех, кого будут казнить. Ну и, соответственно, весь мир сказал, да как же Соединенные Штаты не поддержать, когда они там будут сейчас все бомбить. А помните, когда возникла необходимость с Талибаном заявить, что они вышли из подчинения и что они отродие дьявола. Кстати, Талибан тоже запрещен у нас организацией. Так вот, опять почему-то операторы все собрались и устроили шоу с показом, как Талибан взрывает памятники мировой культуры. Помните эти кадры? И вот опять нужно же мир спасать от этих чудовищ. Точно так же и здесь. Они вторгаются и начинают бойню. и эту бойню снимают. И эту бойню транслируют. Это одна сторона. А, кстати, вот сегодня как раз 13 пятница, кто этот самый Хамас призвал сделать в Европе? Он призвал не выйти на митинги в поддержку палестинцев. Он призвал организовать по всему миру еврейские погромы. Слушайте, ну, по-моему, белыми нитками уже шито дальше некуда. А с другой стороны, Израиль устраивает удары по гражданским аэропортам Сирии. Причем прямо перед носом самолетов, в котором летит министр иностранных дел Ирана. Зачем это устраивается? Израилю сейчас мало проблем с КамАЗ ему обязательно нужно сейчас вступить в конфликт с Ираном? Или на этом самолете везли какое-то колоссальное количество вооружения, которое что-то изменит? Ну, самый мощный самолет может там доставить грузов сколько? До 100 тонн. По-моему, это только супер-пупер редкостные транспортные самолеты могут это сделать. Но это же примерно два вагона, даже меньше, чем два железнодорожных вагона. Скажите, когда идут широкомасштабные боевые действия, поставка боеприпасов в размере двух железнодорожных вагонов, может что-то кардинально изменить? Нет. Так зачем тогда рисковать войной еще с одной страной региона? то есть сейчас активнейшим образом и те, и другие стараются раскачать ситуацию. Вовлечь в нее как можно больше стран. И именно поэтому наш президент постоянно говорит, что главное остановить сейчас эскалацию. И все здравомыслящие политики, которые понимают, что они от этого не выиграют. И они к тому, что не здравомыслящие в Соединенных Штатах или в Британии. Там тоже здравомыслящие, но они рассчитывают от этого получить большой-большой навар. А вот те лидеры государств, которые понимают, что им и придется это все расклебывать, что навар американский будет за их счет, они сейчас как раз и поддерживают ту линию, которую проводит наш президент, что в первую очередь надо остановить эскалацию. Если ее эти силы, которые раскручивают спираль, они смотрите, уже и в Европу пошли. И тогда мало не покажется никому. В подтверждение того, о чем вы только что говорили, могу такой пример привести. Сенатор Линдси Грэм, известная личность, помните, который заявил, что вложение денег в гибель русских это лучшее вложение американских средств. Он недавно заявил о том, что Иран нужно бомбить, даже если не найдется никаких доказательств причастности Ирана к этим атакам Хамаса. Это примерно то, о чем вы говорили, как я понимаю. И здесь более даже серьезно. Иран на поверхности. Иран в этих планах эскалации втянуть и уничтожить, расчленить, это очевидно. Но есть еще одна сторона, что тот же Израиль бросается в эту топку на уничтожение. То и Израиль в его нынешнем виде выйти из этой спирали напряженности, эскалации, если ее не остановить, не сможет. И я напомню слова Генри Киссинджера, кстати, евреи по национальности. Он сказал в 12 году, что через 10 лет Израиль может не оказаться на карте мира. Он что, просто так это сказал? Этот человек, который как раз очень даже выражал интересы того самого глубинного государства. Наверное, он что-то знал и понимал. Просто так словечками, да еще такими. то никакого государства имя рек, которому он равнодушен, а не будет на карте мира Израиль. И это говорит человек, который во многом определял внешнюю политику Соединенных Штатов и при этом этнический еврей, которого нельзя заподозрить в антисемитизме и желании уничтожить Израиль. Правильно? Тогда мы вспоминаем, что уже несколько президентов Соединенных Штатов реализуют план Большой Ближний Восток. А это полное перестраивание границ Ближнего Востока, сложившихся по итогам Первой и Второй мировой войны. А скажите, можно мирно границ 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 которые были установлены по результатам двух кровопролитней шифровой. Там эти границы были установлены после того, как миллионы погибли, а здесь соберутся на международную конференцию договорятся, а вот давайте вот здесь это государство разделим, это к этому присоединить, и все зааплодируют и скажут, а давайте так и сделаем. Когда этот план объявлялся и когда американцы открыто говорят, что они его реализовали, это разве не признание того, что они хотят взорвать этот самый большой Ближний Восток. Это не значит, что у них все это получится. Гитлер когда-то план Барбаросса учинил, правильно? И его Генштадт. Чем закончилась Барбаросса? Плагом красным над Рейхстагом, правильно? Но из этого не следует, что нам не нужно было знать о плане Барбаросса и готовиться к лучшим вариантам его реализации. Точно так же и здесь от того, что глобалисты все планируют и раскручивают спираль, значит, что не нужно ей противодействовать, что у них все схвачено, за все заплачено. Вот именно этим сейчас президент Путин и занимается на всех, заметьте, в последние несколько дней, на всех международных встречах он везде и всюду как раз проводит этот местор. Необходимо остановить эскалацию, что эскалация этого конфликта, она опасна для всех. Он не называет организаторов по полной непонятных причин. Мы-то не обременены этими обязанностями, мы имеем возможность говорить то, что считаем нужным. А это выгодно только Британии, только Соединенным Штатам. Это, кстати, даже невыгодно Евросоюзу. Эти вот круги, которые могут разойтись, как вы сказали, от этого палестино-израильского конфликта, который сейчас разворачивается. Александр Лукашенко на саммите СНГ тоже сказал, что подобные конфликты, они могут начать вспыхивать в разных точках мира. Как вы относитесь к такому прогнозу, о том, что действительно мир сейчас не очень устойчив, и такие конфликты не могут иметь место? Я считаю, что это абсолютно здравый, абсолютно трезвый и абсолютно научно обоснованный прогноз. Соединенным Штатам, которые теряют свою геремонию, сохранить первенство в мире без хаотизации мира невозможно. Ведь они не просто так захотелось уничтожить Россию вместе с европейцами, не просто так захотелось взорвать Ближний Восток. Есть теория хаоса. У нас почему-то всегда, когда мы говорим, что американцы руководствуются или могут руководствовать теорией хаоса, у нас всегда какие-то ухмылки идут, мракобесия. Я понимаю, что когда звучит теория хаоса, это что-то страшное, ужасное, и прочее. Теория хаоса пришла в политологию, политику, из физики. Это просто образное название, одной из физических теорий, которая описывает сложные, нелинейные, динамические системы. И разработали эту страшную, ужасную, которую шарахают, теорию хаоса, такие выдающиеся физики, как Бонкаре и Калмагор. Кстати, сказать, когда мы с вами слушаем прогноз погоды, мы получаем результаты практического применения этой самой теории хаоса. Ну, насколько хаос может быть управляем, это, по-моему, противоречит как раз теории хаоса. Вот это как раз тоже вбрасывается, а потом говорят, ну, хаос управлять невозможно, поэтому это бред, силой кобылой, не обращайте на это внимания. Но, между прочим, американцы лет 30 с лишним, по-моему, даже чуть ли не 40, я сейчас точно не помню дату, 86-й или что-то в этом духе, год или 82-й, причем по инициативе американского лауреата Нобелевского лауреата по физике создали институт так называемый Санта-Фе, институт сложности Санта-Фе, в котором как раз и разрабатывали, разрабатывалась тема приложения физической теории хаоса к социальным процессам. И через эту школу Санта-Фе прошла значительная часть нынешнего истеблишмента Соединенных Штатов. Они это, что называется, со студенческой скамьи усвоили. А главное в этой теории, что стабильность это недостижимое состояние. То мир динамичен, то он неизбежно меняется. И поэтому делать ставку на сохранение стабилизации мира это тупиковый путь. Нужно уметь играть в быстро меняющемся мире. И если ты силен, то ты как раз в этом море хаоса и играешь главную скрипку. А Соединенные Штаты имеют самую сильную экономику и самые сильные вооруженные силы. Ну, кто-то говорит, что сейчас экономика у Китая посильнее, но вооруженные силы не сравнятся с Соединенными Штатами. Плюс информационные и прочие ресурсы. Поэтому вот в этой хаотизации мира у них есть шанс. Да, они пытались при Буше младшем, помните, была доктрина американской гегемонии, американцы гегемон всего мира и прочее, прочее, прочее. Но это не сложилось. Американцы как полицейские всего мира не состоялись, не потянули. Вот это как раз была попытка управлять стабильным миром. После этого идет поиск других вариантов управления миром. А управление миром в том плане, не в том плане, чтобы везде был порядок, а в том плане, чтобы со всего мира выкачивать ресурсы в интересах элиты Соединенных Штатов. И хаотизация мира это один из путей. И не нужно к этому спокойно относиться, понимать, что такой подход, я не говорю, что у всех Соединенных Штатов, но участие элит Соединенных Штатов он есть. Этот подход был использован, когда, помните, была так называемая арабская весна, когда они взорвали Северную Африку и часть Ближнего Востока. И вот сейчас мы, может быть, наблюдаем этот же процесс. силы, которые исповедуют такую стратегию, возобладали в глубинном государстве Соединенных Штатов. И к этому нужно быть готовыми. Вот об этом Александр Григорьевич и сказал. Можно, конечно, предаваться розовым мечтам о том, что все будет хорошо, и просто кто-то где-то сошел с ума, кто-то где-то сделал ошибки, а на самом деле все стремятся к миру, спокойствию, стабильности и так далее. Можно. По-моему, лучше руководствовать теми принципами, которые излагал и президент России, и президент Беларуси. Когда вы назвали тех, кому выгоден этот конфликт, то прозвучали такие страны, как США и Великобритания в первую очередь. А Европа, она, ну, чуть в стороне, как я понимаю. И здесь, знаете, какие проблемы, на мой взгляд, могут возникнуть у Европы? Мы уже с вами этого касались в одной из предыдущих бесед, когда речь шла о большом количестве мигрантов в Европе, в том числе тех, которые исповедуют ислам. И, глядя на то, что сейчас происходит в Газе, ну, не знаю, как они отнесутся к возможным поставкам оружия со стороны, ну, тех же самых европейских государств, например. Совершенно с вами согласен. И сейчас как раз тот же Хамас пытается это использовать, этот горючий материал. вот эти все призывы к еврейским погромам. Да, я думаю, что сегодня ничего такого не произойдет, ну, где-то кто-то на кого-то, может быть, нападет, но не более того. Но сама идея вброшена, и, значит, ее начнут сейчас раскручивать. А это значит, что будут дестабилизировать уже европейские страны. Но это, опять-таки, уже проблема европейских стран. Эти господа ведут с нами гепридную войну на уничтожение. Сочувствовать им у меня нет ни малейшего желания. Вы сами завезли горючий материал в твой дом, а теперь этот горючий материал пытаются отжечь. Ну, за что боролись. Но тут даже речь не столько об этих, как вы сказали, еврейских погромах, а о полномасштабной угрозе терроризма. Да, я понимаю, но это как раз как спусковой крючок, чтобы инициировать лица исламской, принадлежащие к исламской религии, выйти на тропу войны на территории Евросоюза. Смотрите, Израиль уничтожает арабов, уничтожает мусульман. Эти страны поддерживают полностью, они закрывают глаза на геноцид. Вы, как настоящие мужчины, должны взять оружие и вступить в бой за спасение своих единоверцев. Очень красивая позиция. Как же ее не использовать? Я думаю, что на эту позицию, на ее раскрутку и Соединенные Штаты и Британия выделят соответствующие деньги. Что ж, Игорь Сергеевич, спасибо вам большое за эту беседу и за ваши, как всегда, интересные и развернутые ответы. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok